Лучше в своем деле в Ненецком округе определили лидеров движения WorldSkills Russia. Бюджетную инициативу в собственные руки. Жители сел сами решат, какие проекты реализовывать на территории муниципалитетов. Спросы и предложения в Наринмаре на одной площадке встретились работодатели и потенциальные сотрудники, представители учебных заведений и будущие студенты. Субсидии из окружного бюджета на реализацию проектов будут распределяться между муниципальными образованиями по итогам. Конкурсного отбора. Объем субсидий на реализацию одного проекта не может превышать 1 млн. рублей. Проекты, заявляемые на конкурс, должны предполагать софинансирование муниципальных образований в объеме не менее 10% и долю жителей в объеме не менее 1% от общей стоимости. Также приветствуется участие предпринимателей. При этом доля участия населения может быть заявлена как в денежном эквиваленте, так и в нематериальном. Например, жители могут взять на себя обязательства самостоятельно выполнить ряд работ. По сути, такое бюджетирование позволяет жителям любого муниципалитета самим инициировать, создавать, а затем и контролировать реализацию собственных проектов, которые, по их мнению, способны улучшить качество жизни в конкретном населенном пункте. Региональный проект по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях НАУ будет запущен в 2017 году. В марте администрация НАУ утвердит соответствующие постановления, а также порядки конкурсного отбора и предоставления субсидий. Организацией конкурсного отбора займется Департамент региональной политики Неницкого округа. 150 наименований продукции готов предложить сегодня хлебозавод жителям города. Белый и черный хлеб, батон, сладкая выпечка, весовая продукция и новинки, в числе которых бездрожжевой хлеб для тех, кто следит за фигурой. Новинки покупают хорошо, только вот знают о них не все. Как строится работа с покупателями и какие проблемы испытывает самый крупный производитель хлеба в регионе, узнали депутаты окружного собрания. Они посетили производственные цеха и пообщались с руководством хлебозавода. Скрежет машин, аромат свежей выпечки и ловкая работа пекарей. Один раскладывает будущие батоны на противень, другой формует докторские хлебцы, третий замешивает тесто. Григорий готовит основу для дарницкого хлеба вот уже 25 лет. Два вида муки, первый сорт и ржавная обдирная мука, соль, соответственно, мука, вода и запаски. Всё смешивается и получается вот такое тесто на дарницкий хлеб. По словам Григория, рецептура основных сортов хлеба не изменилась с того времени, как он впервые пришёл на хлебозавод. Выпекают всё по ГОСТу, а значит, вкус хлеба должен быть как в детстве. Однако подводит качество сырья. По словам инженера-технолога предприятия, качество муки по всей стране снижается. Теперь мы стали закупать муку из разных точек. То есть это теперь не мука одного производителя, вот допустим, там рязанский комбинат хлебопродуктов. Нет, у нас есть, мы покупаем муку разных производителей, что позволяет нам делать подсортировки. То есть мы делаем анализы муки и совмещаем потом, какая мука, чтобы как бы качество хлеба оставалось примерно среднее. Вот это позволяет нам более-менее держать качество. А вот держать объёмы не получается. Снижается покупательская способность. Сегодня жители города экономят и отдают предпочтение более дешёвым сортам хлеба и любимым штучным изделиям. У нас есть кексики разных сортов, разных видов, коржики, сочни. Там у нас девушка сейчас сделает баранку, есть пряники. За 15 лет работы Ольга Петровна наловчилась быстро формовать булочки и рогалики. Рабочая выпечка, по мнению кондитера, так же вкусна, как и домашняя. Нравится, когда приходишь в магазин или друзья, знакомые хвалят, просят, мало говорят. Вот мутаков всё время говорят, мало. Но нам и так сложно катать. Там такая мелкая работа, трудоёмкая. Помимо качества продукции, депутаты интересовались количеством торговых точек хлебозавода и маркетинговой политикой. По мнению Александра Лутовинова, людям необходимо рассказывать о всех новинках. Нас интересуют сортинии. Нас интересует о том, какие виды хлеба наиболее проблемные, скажем так. Потому что какая линейка, 150 видов продукции, но вся ли она на прилавках. С чем это связано, какие объёмы, они несколько снизились. Но вот эти вещи надо понимать в целом, для того, чтобы мы могли при необходимости помогать нашим производствам. Средняя себестоимость одного килограмма хлеба сегодня составляет 98 рублей. Благодаря окружным субсидиям цена на семь основных сортов хлеба остаётся невысокой. Это ржаной, пшеничный, высшего первого и второго сортов, дарницкий, окский и украинский. В 2017 году на субсидии хлебозаводу в окружном бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Лучше отправиться в Якутию. В Наринмаре прошло закрытие первого регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. По итогам трёх дней состязания определились победители в компетенциях поварское дело и дошкольное образование. Позади остались конкурсные задания, страх, волнение и ожидание результатов. На сцене Арктики огласили имена победителей первого регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Участниками международного движения стали 18 молодых ребят – студентов образовательных учреждений округа. По результатам трёх дней непростых состязаний эксперты определили тройки призёров в каждой компетенции. В поварском деле лучшим стал студент Неницкого аграрно-экономического техникума Александр Найда. В интервью нашему телеканалу на открытии чемпионата Александр признавался – эти состязания – серьёзный и важный этап в его жизни. Тогда он уже был одним из лучших – тех, кого отобрали для участия в конкурсе. Сегодня Александр Найда стал самым лучшим молодым профессионалом в своём деле. Заслужить этот статус было непросто. Самым сложным, по словам Александра, было сохранять спокойствие. Были моменты, когда всё шло не так, как было запланировано. И с виду, если мне эксперты говорили, что сохранял спокойствие, я был прям спокоен. Но внутри у меня прям творилось, я не знаю, как это описать, что у меня прям… Ты ожидал вот такого результата? Хотя бы чувствовал, что ты войдёшь в тройку. Ну, я думал, да, что войду в тройку, но чем ближе к конкурсу подходило время, чем больше я наблюдал за подготовкой соперников. Вот эта уверенность, что я буду в тройке, она так потухала, потухала, вот всё. Ну, на конкурсе она ещё больше упала, эта уверенность, потому что все прям очень хорошо себя показали. Но всё равно получилось. Получилось стать лучшей Яне Беркут, студентке социально-гуманитарного колледжа. Девушка превзошла своих соперниц и стала лучшей в компетенции дошкольное образование. Яне, как и другим участникам чемпионата, конкурсы показались сложными. Это и понятно, ведь всё было организовано в соответствии с международными стандартами. На высоком уровне победить будущему воспитателю помогла любовь к профессии. Влюблённые в свои профессии победители регионального чемпионата совсем скоро отправятся в Якутию. С 20 по 26 марта там пройдут отборочные соревнования для участия в финале пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы-2017». Он пройдёт уже в Краснодарском крае. В Якутии соревнования пройдут на территории спортивного комплекса «Дахсун», где могут разместиться все компетенции. Всего в чемпионате примут участие около 2500 человек. Из них 535 конкурсантов – национальные и независимые эксперты, организаторы, участники деловой программы и гости чемпионата. Целью международного движения WorldSkills является популяризация и повышение престижа рабочих профессий. Более 30 работодателей, образовательные учреждения округа и представители российских вузов. Сегодня в Центре Лидер прошла ярмарка учебных и рабочих мест. Её посетили студенты, выпускники и безработные жители округа, которые желают трудоустроиться. Для студентов и выпускников работали стенды учебных заведений, где представлена полная информация по специальностям и профессиям. Традиционно абитуриенты немецкого округа поступают учиться в Бозы, ИСУЗы, Архангельск, Москвы, Санкт-Петербург, Ярославля, Вологда, Сыктывкар и Ухты. У нас 21 направление подготовки, которое совместно с профилями рождает 200 профессий, которые могут получить ребята. Начиная с того, чтобы найти, обнаружить полезные ископаемые, обработать эти данные, как добраться, как разработать, как переработать, и как транспортировать, то есть весь этот спектр, включая экономическое, бухгалтерское, строительное сопровождение этой деятельности. Каждый участник мог пройти тест по профессиональному ориентированию, который помогает определиться с будущей профессией. Сегодня в списке самых востребованных в регионе профессий 14 наименований. Среди них и такие рабочие профессии, как машинист на дорожной технике, слесарь, кочегар-котельный, электромонтажник и другие. Собака бывает бродячей. Что делать, когда четвероногий друг попал в приют из-за самовыгула и домой вернется нескоро? Хозяева двух норинмарских собак лишились питомцев на 10 дней. Опасный снегопад. Внезапная оттепель заставила жителей города сторониться крышей козырьков. Эксклюзивные кадры с входа снежных лавин в материале наших корреспондентов. Оттепель, которая сохраняется на территории округа уже не первый день, все больше напоминает о весне. Только рады такому потеплению далеко не все. Снеги-сосульки, срываясь с крыш домов, попадают на прохожих и на автомобили. Но коммунальным службам кажется не до этого. В то же время в службу новостей нашего телеканала поступают фото и видеоматериалы от наших телезрителей. Все они обеспокоены возможными последствиями такого снегопада и не понимают, почему управляющая компания бездействует. Это видео нам прислал Александр. Он стал очевидцем схода снега с крыши дома номер 6 по улице Геологов. При падении снег снес устройство, которое должно было его задержать еще наверху. Но мы видим, что часть этого снегозадержателя упала вниз на тротуар. Кто знает, каким последствиям это могло бы привести. Какой же была сила удара, если даже уличный фонарь провалился сквозь опору уличного освещения. А это уже другой дом новоучейского 14. Снег, упавший с крыши, повредил фонарь уличного освещения. С крыши дома номер 21А по улице Ленина упал снег прямо на капот и лобовое стекло, припаркованного автомобиля Рено Логан. А это уже другой случай. Видеорегистратор зафиксировал момент падения снега с крыши этого здания. По счастливой случайности мужчина успел вовремя подняться на крыльцом. Сотрудники МЧС, окружной полиции и медицинские работники в один голос говорят. Граждане, будьте особенно внимательны в этот период. Не оставляйте свои автомобили вблизи жилых домов и строений, на крышах которых образовались сосульки. Обходите места их возможного падения. Для того, чтобы как-то обезопасить себя, конечно, в первую очередь рекомендуется гражданам обходить опасные места вблизи зданий и сооружений, вдоль них. Во всяком случае, смотреть наверх, если действительно есть какой-то сход или висят сосульки, соответственно, лучше данные места либо обойти, либо, соответственно, управляющие компании, они предварительно выставляют какие-то аншлаги, заградительные ленты, через которые ни в коем случае нельзя заходить. Более 6 тысяч рублей придется заплатить владельцам двух собак с улицы Октябрьской. В приюте четвероногие друзья оказались по причине самовыгула. Это утверждают работники приюта. Хозяева твердят об обратном. Самовыгула не было. Так почему же четвероногие оказались в приюте и почему их не отдают законным хозяевам, разбиралась наша съемочная группа. Пес по кличке Торик не находит себе места. Более суток самоедская лайка находится во временном пункте содержания безнадзорных животных. 1 марта обнаружили, что нету собаки. Двух. И вот, начали собак искать, обратились сюда. Здесь пока сказали, что собаки здесь никто не отдаст, потом вовсе трубку никто не брал, мы поехали сюда. Начальства здесь не было, один сторож. В итоге мы прождали здесь целый час, пока приедет хотя бы люди, приехали даже, которые об этом даже ничего не знают. Сказали, ждать начальство. И начальство, сколько времени уже ждем. Собак не отдают. Сказали, что карантин 10 дней, что он покусал ветеринара. Теперь самоед Торик и его сосед по квартире, а теперь и по вольеру дворняшка Блэк проведут в пункте временного содержания безнадзорных животных как минимум 10 дней. К такой незапланированной собачьей командировке их привела беспечность хозяев. У нас принят в округе порядок по отлову содержания и транспортировки безнадзорных животных. Если собака находится без человека, ни на привязи, ни в помещении или в вольере, огороженном, не позволяющем свободного перемещения животного, оно является безнадзорным. Даже в случае того, если она имеет ошейник, распространено такое мнение, что если с ошейником, то это все хозяин, у этого животного есть хозяин, и оно имеет право находиться свободно в выгуле. Нет ничего подобного, оно является безнадзорным животным. Хозяева четвероногих с сотрудниками госинспекции не согласны. Говорят, что в этот день собаки были под присмотром. Это самоедская, которая всегда была на привязи, а черная, она гуляла, она возле белой покрутится и забегает обратно в подъезд, то есть домой. То есть она сама по себе дома живет. Были собаки на привязи или нет, теперь выяснить сложно. Но оплатить их пребывание во временном пункте хозяевам все-таки придется. В сутки на одного животного оно составит 290 рублей, на двоих – 580. Исходя из того, что одна из непривытых собака слюнила сотруднику укус другого четвероногого друга, срок нахождения их продлится еще на несколько суток. Она остается под наблюдением, под наблюдением витерного врача, специалиста, 10 дней. В течение 10 дней, если не проявляются признаки, характерные для бешенства, это животное возвращается к хозяеву. Впереди хозяев ждут незапланированные расходы – почти 6 тысяч рублей. И более чем недельная разлука. Позади остались поиск собак и волнения. Но главное – выводы уже сделали. Сейчас, если отдадут, будете еще одних отпускать? Нет. Обе будут на привязи, что одна, что другая. Любите собак, да? Да. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Путешествие по страницам книг. В библиотеке имени Печкова презентовали книгу о французском мореплавателе, который побывал в Северных землях в 1586 году. Увидеть русский север 16 века глазами французского мореплавателя Жанна Саважа теперь может каждый. Такую возможность всем читателям подарил земляк-путешественник и писатель Бруно Виане. Он перевел и опубликовал в своей книге его рассказы. Накануне Бруно Виане лично презентовал свою книгу «Путешествие Жанна Саважа в Москву» в Неницкой центральной библиотеке. О том, какое впечатление произвели русские на французов и какие интересные факты хранит в себе книга писателя расскажет Любовь Пермякова. Бруно Виане, французский писатель, рассказывает гостям, пришедшим на встречу, о своем земляке, который в 1586 году первый описал свое путешествие в Россию. Его рассказ, состоящий из 30 параграфов, полностью опубликован в книге Виане. Путь, который преодолели французы, был очень долгим. Они прошли вдоль норвежских берегов, по северному ледовитому океану, вдоль Мурманского берега, вошли в Белое море, а в конце июня 1586 года прибыли на северную землю. Сан-Николай, в текстах Сан-Николай, это Северодвинск. Северодвинск, Сан-Николай по-французски. И Архангельск, это также Сан-Мишель Арханж. Сан-Мишель Архангельск. Архангельск назывался Сан-Мишель Архангельск. Удивление от встречи с этой северной стороной тоже описал Жан Саваш в своих заметках. Это и солнце, которое никогда не садится, традиции доброй выпивки, мастерство русских плотников, езда на непонятном тогда для французов транспорте санях. Но это всего лишь один сюжет из целого калейдоскопа истории. Кроме воспоминаний путешественника, книга содержит также первый русско-французский словарь, составленный в 16 веке, корреспонденцию влиятельного дипломата Шарля де Дензея, раннюю переписку царей с французскими королями. «Много письма, но документы новые. Например, у нас есть письма Генрих IV цару, который неизвестен, только был в Москве, в Рано». Это письмо царем Федором I Иоанновичем было отправлено королю Генриху III за год до путешествия французского мореплавателя. На следующий год был заключен первый торговый договор между двумя странами, царь разрешил купцам, приплывшим на корабле Жанна Саважа, торговать в Москве. Этот самый ранний, дошедший до нас дипломатический документ публикуется впервые. Таких интересных исторических фактов в книге множество. С некоторыми из них с гостями встречи поделился сам автор. «Очень интересно, мне показалось, что дату установления архангельской таможни установили не по нашим каким-то архивным данным, а по запискам вот этого путешественника». «И особенно интересна тема, когда первые иностранцы посещали Арктику, вступали на нашу землю. То есть первые международные контакты. Интересны очень вот эти старинные карты. То есть на них присутствует Ненинский округ, уже там остров Колгуев виден на одной из карт из книги. Во-вторых, интересно, как иностранцы воспринимали наше государство в те давние времена». Остальные интересные факты узнают сами читатели, когда откроют страницы книги Бруно Виане и совершат историческое путешествие с Жаном Саважем. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова